В общем-то, друзья, приветствую всех! Мы продолжаем разбирать турнир UFC 260. Напоминаю, что это номерной турнир, и состоится он 27 марта, в ночь, в субботу, на воскресенье. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о поединке, который пройдет в средневесовой категории. Встретится бывший чемпион UFC Тайрон Вудли, и на этот раз его соперником становится Висенте Люфе. Кстати, да, Вудли занимает седьмую строчку рейтинга, в то время как его соперник, бразильский спортсмен, занимает десятую строчку рейтинга. В общем-то, как всегда, мы поговорим о бойцах, быстренько пробежимся по бойцовским карьерам, ну и, конечно же, в конце этого выпуска подыщем вариант для ставок. Да, кстати, что касается ставочек, ребят, то ссылку на свой Телеграм-канал я оставлю в описании под этим выпуском. Обязательно туда залетайте, так как в своем Телеграм-канале я публикую все скриншоты всех своих ставок в бесплатном доступе, поэтому впречь, чтобы их не пропускать, обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал, ну а мы начинаем разбор, погнали! Вудли является базовым борцом, и прежде чем начать свою профессиональную карьеру, он провел два поединка по любителям, в двух боях он выиграл, и уже в 2009 году стартанула его профессиональная карьера как бойца смешанного стиля. В общем-то, бился под баннерами многих промоушенов, но закрепился конкретно уже в организации Strikeforce, там действительно навел сумасшедшего шороху, и уже после того, как UFC начала поглощать все промоушены, которые давали им конкуренцию, естественно, Таран Гудли уже был подписан в сильнейшую лигу мира в UFC. В общем-то, в UFC у него также дела складывались самым что ни на есть наилучшим образом. В UFC проигрывал, кстати, он максимально топовые позиции, например, на начальном этапе своей карьеры встречался он против Рори Макдональда, Красного Короля, тогда он проиграл ему, после этого вышел на хороший победный стриг, одержал победу над действительно хорошим оппонентом в лице Кевана Гастелума, да, после этого UFC, естественно, предложили ему чемпионский поединок против Робби Лоулера, тогда он Лоулера просто снес сумасшедшим оверхендом, там был потрясающий нокаут, если бы вы не видели, обязательно посмотрите его, он почти во всех хайлайтах есть. Что касается его дальнейшей карьеры, то после этого он провел первую защиту против Стивена Томпсона, там действительно поединок был максимально близкий, то есть бойцы опасались друг друга, в принципе, не обостряли, да, тем самым судьи не смогли выявить сильнейшего, был статус присвоен ничья, соответственно, пояс остался у чемпиона. Вторая защита была также против Стивена Томпсона, потому что UFC действительно посчитали, что, ну, ничего не было понятно по первому поединку, во втором поединке тоже был максимально скучный бой, единственный момент, который, как мне показалось, решил исход этого поединка, это то, что в какой-то момент Дайрон Уудли действительно подвзорвался, смог потрястись Стивена Томпсона, но Томпсон быстро поднялся, восстановился, и, в принципе, это, по-моему, было в третьем или четвертом раунде. И, в принципе, большинством судейских голосов отдали Дайрону Уудли победу. Потом Уудли также бился против Дэмиана Майя, победил, победил его очень уверенно, тогда Майя провел огромное количество попыток, точнее, да, попыток перевода в партер, но ничего у него не получал, действительно, потрясающая защита от тейкдаунов продемонстрировал нам, да, в этом поединке уже непосредственно Тайрон Уудли, после этого провел еще один поединок против Даррена Тила, которого победил досрочно во втором раунде. Вот с этого момента карьера, конечно же, Вудли пошла на сумасшедший спад, но почему он встретился против Камара Усмана, это действительно ночной кошмар, который просто в одну калитку в течение пяти раундов переехал Тайрена Вудли, дальше Вудли вышел против Гилберта Бёрнса, шел фаворитом, кстати, этот прогноз есть на моем YouTube-канале, если вам интересно, вы можете найти его посмотреть, тогда я топил за Бёрнса, Бёрнс шел за коэффициент 2.50-2.60, мы все прекрасно помним, что было примерно то же самое, да, все пять раундов Тайрон Вудли проиграл. Свой крайний поединок Вудли провел против действительно такого же, ну, скажем так, чемпионского калибра бойца, да, это Колби Ковингтон, также во всех пяти раундов он проиграл. В общем, что касается его бойцовских качеств, здесь тут подчеркнул, что является он борцом вольного стиля, конечно же, это в первую очередь его база, что касается стойки, то кроме одного, да, максимально жесточайшего оверхэнда, от его стойки не осталось практически ничего. Возможно, он нас чем-то удивит, да, да и в принципе пора бы уже хоть что-то сделать, потому что в крайних своих трех боях он проиграл, кстати, эти все три поединка были по 25 минут, соответственно, да, и эти бои он проиграл просто в каждом раунде. Ну, в принципе, мы знаем, да, что Тайрон Вудли это боец, который не является каким-то там бойцом, который готов максимально, в максимальном темпе работать, возможно, понимать, что ему бензобака может не хватить. Здесь у нас ситуация немножко другая, здесь не пять раундов, а три, и интересно будет, что может быть, да, кстати, Вудли нам будет демонстрировать какие-то навыки в борьбе, либо же попробовать в стойке что-то сделать, но спад физических кондиций имеет место быть, мы все это прекрасно видим, плюс сюда же относим тот факт, что действительно морально-болевые его качества уже уходят на задний план, да, потому что мы видим, что, ну, творится с ним уже черти что, плюс здоровье, плюс, скажем так, истрепанность, да, его просто катали на протяжении вот этих трех поединков и избивали просто в одну калитку, я думаю, что это сыграет определенную роль. Что касается его кардио, то, в принципе, я думаю, что на три раунда бензина ему смело должен хватить. В UFC Висенте Люке попал через претендентскую серию Дана Уайт, причем, что самое интересное, что во всех поединках он одержал победу, да, но в финале он проиграл, но все равно получил контракт с сильнейшим промоушеном. В общем-то, в UFC у него была довольно-таки неплохая позиция, с хорошими сердечками он бился, проигрывал, например, такому бойцу, да, как Леон Эдвардс по решению судей, побеждал Белала Мухаммада, также было две победы над таким оппонентом, как Ника Прайс. В какой-то момент своей карьеры он встретился против Стивена Томпсона и проиграл тому, ну, просто практически в односторонней манере. Стивен Томпсон разобрал люки по всем фронтам, бил по всем трех этажам, отбивал ноги, корпус, гола. То есть, ну, я думаю, что кто смотрел тот поединок, понимает, о чем я говорю. И тем самым Стивену Томпсону он проиграл по решению судей. Но Томпсон, кстати, не смог его финишировать, и Висенте Люки показал, что у него есть, так сказать, стальные яйца, да, характер, и он готов всегда идти до конца. В общем, Рэнди Браун, это был его крайний на данный момент поединок с этим спортсменом, да, и во втором раунде проиграл Рэнди Браун, да, срочно нокаут. В общем, что касается бойцовских качеств Висенте Люки, здесь стоит подчеркнуть, что является он обладателем коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, фиолетовым поясом. Также обладает он по одной из разновидностей вольной борьбы в Бразилии, да-да, ребят, не удивляйтесь, там есть такое, если кому-то интересно, чекните эту информацию в интернете. Что касается его стойки, то прекрасный тайский бокс, да, действительно, когда оппозиция у него повышается, как, например, было с Томпсоном, да, все мы прекрасно знаем, что Томпсон это просто филигранный ударник, и противостоять такому оппоненту максимально сложно. В принципе, во всех своих поединках он действительно показывает очень злую стойку, да, он старается миксовать удары как с рук, так и с ног, делает это все в максимально агрессивной манере, да, то есть есть желание у него просто удосрочить своего соперника. Что касается его кардио, то мы всегда видели, что бензина на три раунда ему хватало, даже в поединке со Стивеном Томпсоном, в принципе, в третьем раунде он себя неплохо чувствовал, хотя он был разбит просто в щепки. Ну что ж, друзья, переходим мы к прогнозу на данный поединок, и фаворитом в этом противостоянии идет, естественно, Висенте Люке, коэффициент на его поведение 1.40, в то время как Тарен Вуд идет за трешку. Ну, в принципе, по большому счету, наверное, я соглашусь с котировками, правильно, что букмекеры выставляют именно Висенте Люке фаворитом. Поэтому, естественно, сейчас большой вопрос в том, в какой форме сейчас находится Тарен Вудли, но я заходил к нему в Инстаграм, смотрел, да, и действительно он тренируется, видно, что он возобновил тренировки. Но, опять же-таки, три поражения подряд в каждом поединке, все пять раундов проигранных, даже ни одного раунда он не забрал. Единственное, что у него сейчас остается, это, естественно, конечно же, его борцовские навыки, то есть, которые он уже, кстати, давно не применял, да, то есть, будет ли он попробовать переводить Висенте Люке в партер, я думаю, что вряд ли, хотя, в принципе, логично, я думаю, что такой геймплан может быть и сделал бы какие-то положительные дивиденды, но нужно учитывать, что абразильцы коричневых пояс, по БЖЖ, абразильцы, точнее, обладатели поясов, да, они максимально опасны как раз-таки из положения снизу. Что касается стойки, то здесь есть только один момент, у Вудли это лаки панч с его задней руки, да, это единственное, чем он может Люке потрясти, но, зная, что Люке, да, точнее, действительно, очень такой жесткий рубак, готов идти до конца, готов терпеть, и мы это не раз уже видели, я думаю, что все-таки он должен выдержать, возможно, эту плюху, но на всякий случай, конечно, Люке нужно быть максимально просто максимально внимательным, когда он будет пробивать свои многосерийные комбинации, а так, в принципе, я думаю, что для Люке это действительно большой шанс залететь уже в топ-10, потому что, как я уже говорил ранее, топ-7 Вудли топ-10, Люке, да, и это для него потрясающий шанс поменяться местами и занять уже место, скажем так, под солнцем, возможно, в ближайшем будущем попробовать залететь вообще в топ-5, почему бы, как говорится, и нет. В общем, да, ребят, мой выбор здесь, это победа Висента и Люке, но я бы, честно говоря, просто посмотрел бы на этот поединок, потому что коэффициенты здесь не сильно высокие, рисковать есть чем, я говорю, что Тайрона Будли, как мне кажется, скажем так, есть две возможности победить. Первое, это попробовать все-таки переводить своего соперника в партер, да, то есть постоянно тейкдаунить его, будет ли он это делать, это, конечно, большой вопрос. И второй момент, это его опасный оверхенд, закидуха, который он постоянно, точнее, частенько раньше применял, да, и она, в принципе, у него раньше работала очень хорошо. Это единственный момент, по которому Вудли сможет нас удивить, ну, а так, я думаю, что Висент и Люке просто будет перебивать своего соперника в стойке и должен забирать эту победу. В общем, да, ребят, вот такое вот у меня мнение касаемо этого поединка, естественно, вы можете со мной быть не согласны. Погнали в комментарии, давайте как-то обсудим этот поединок именно там, я же вам напоминаю, чтобы вы не забывали прожимать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Также подписывайтесь на мой YouTube-канал, всем пока, хорошего дня.